Ну что, мои молодые неопытные строители, вот наша новая локация. Сегодня будем работать здесь. Походу вам расскажу. А сегодня мы поговорим про крючки. Итак, мои молодые неопытные строители, сейчас я вам расскажу про крючок. Давайте взглянем на него поближе. Крючок. Что буду сказать? Этот крючок сделан из отвертки. Первое, начнем с того, что у него загнуто, жало, неправильный угол. Смотрите, когда вы вставляете, вот вы вставили, он будет у вас вот так. Вам надо вот так будет вращать, понимаете? А если был бы угол побольше, вам бы меньше пришлось вращать. Так как она из отвертки и ручка не крутится, это проблематично. Вот поверьте мне, помните, я вам про тележку говорил, я работу сделаю и тележку привезут. Вот так и было. И вот теперь с крючком так же будет. Я завяжу, а потом крючок. Мои молодые неопытные строители, чтобы завязать каркас на колонну, нам нужна грандиозная арматура. И чудо инженерной мысли вот этот гибочный станок, который очень грандиозно устроен. Если вам интересно, я как-нибудь вам расскажу подробнее, как эта байда работает. Но, но, проблема в том, что он не закрепленный. Мне везется, что проволочка такая, так скажем, тоненькая, блядь. Поху, что он шевелится, короче, гнуть можно. Вот я уже партеечку сделал тут небольшую. Решил вам снять этот чудо грандиозной мысли станок. Так что давайте продолжаем работать над нашей конструкцией. Давайте я вам пройду, покажу. Время уже полдвенадцатого, так, чтобы вы знали. Вот вяжу каркасик, один уже завязанный. Так вот, мои дорогие молодые строители, расскажу я вам про этот гомокрючок. Короче, если хотите попороться, то берите самодельные крючки еще неизвестного крючка гиба. Так вот, скажу, если вам вязать как мне, ну чуть-чуть, хрен с ним, перетерпите эту херню и вяжите. А если большие объемы, нахрен, то берите этот крючок, нахрен, и выкидывайте. Прям выкидывайте, он нахрен не нужен. Знаете почему? Да потому что у вас, нахрен, пальцы будут болеть. Все перчатки шоркаются, нахрен, и все руки будут в ранах. Я вам серьезно говорю. У меня один раз такого было, я вязал каркасы целый день. Так потом ночью мне приспичило, я пошел в туалет, пописал, а потом кое-как нахрен вышел, дверь открыл, вот эту ручку повернуть не мог. Пальцы настолько болят, что невозможно даже сжать. Так что вы давайте там с этим делом не шутите. Крючки обезалово, потому что у вас руки будут очень болеть. А вот этот крючок из отвертки, короче, ему так проще сделать, и все. И закончить на этом надо. Да? А как? Невозможно. Если хотите, я вам приблизительно покажу, как у меня тут все происходит. Давайте я вам, мои дорогие, покажу эту гомоперспективу вязать. Смотрите, вы его подцепить не можете, когда у вас хомут, это сейчас он прикрученный просто, получается. А когда он висит, у вас он не цепляется. Это раз, хреновый крючок. Второе, смотрите, как его надо вращать. Его либо вот так надо нахрен вращать, либо вот так, понимаете. По-другому никак. И представляете, как внутри каркаса это дело вращать. Так что, мои дорогие молодые строители, если вам босс говорит, что все нормально и все получится, нахрен, просто уходите нахрен от такого босса. Потому что, если с этого начинается, так и будет продолжаться. Вот, я вам точно говорю. Это я привык, и по хреновому. Чем работаю? Я и палочкой могу, и соломинкой. Мне без разницы, мне же за это деньги платят. А как они там хотят? Хотят быстрее, инструмент надо. Хотят медленнее, дороже выходит, понимаете. Замкнутый круг. Короче, если башка у заказчика не болит по этому поводу, так и у вас, мои молодые строители, она не должна болеть. Так что все, для этой серии вам хватит. Не думайте херню всякую. Крючки.